На станции юных натуралистов работают объединения естественно-научной направленности. Посещать занятия могут ребята, начиная с детских садов и заканчивая старшими классами. Самые маленькие воспитанники знакомятся с растениями теплицы и животными зооуголка, изучают городскую среду. Ребята постарше уже делают свои первые исследовательские работы и проекты. Мы узнаем много нового о растениях, об исчезающих видах животных, о нашей области, об истории нашего города. А еще мы занимаемся творческой работой, рисуем и мастерим. А тебе что нравится? Мне очень нравится ходить на этот кружок. Мы узнаем много нового. Я делаю исследовательскую работу про бездомных животных. Я занимаюсь в кружке юных исследователей Сарова станции юных натуралистов. Седьмой год. За время обучения я сделала четыре исследовательских работы, с которыми неоднократно участвовала в различных городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. Под руководством моего педагога Галины Алексеевны я разработала учебно-познавательную экологическую терапию. Старшеклассники в объединениях станций юных натуралистов готовятся к олимпиадам и сдаче экзаменов, делают серьезные экологические проекты и научные исследовательские работы. Участвуют в научных конкурсах и конференциях. На станции юных натуралистов ребята изучают предметы более обширно и глубоко, расширяя школьные знания, а также приобретают навыки командного взаимодействия. В объединении «Шаги в науку» мы занимаемся подготовкой своих собственных экологических проектов на различные тематики. Например, я подготовила уже два проекта. Это первый – «Открым в своей тайне Тикун», который связан с экологическим туризмом, с развитием его в регионе Нижегородской области. И второй – это граф Иванчайский. Мы вместе с семьей организовали собственное производство чая. Станция юных натуралистов – это, наверное, единственный центр в городе, где можно развить навыки проектной деятельности и вообще решать нестандартные сложные задачи в научной сфере. Меня сюда привели, сказали, что это большая возможность, и это оказалось так. Также педагоги станции юных натуралистов работают на базе школ города. В учреждении есть возможность свободно ходить в теплицу, ухаживать за растениями, а также посещать зооуголок и общаться с животными. Наши объединения нужны не только для тех детей, которые собираются связать свою жизнь с биологией и медициной в дальнейшем, а также для расширения своего кругозора. Ведь наверняка у многих есть домашние питомцы или растения. Так вот, как раз-таки задача наших кружков – это научить их грамотно и правильно ухаживать за растениями и за животными, и в целом за окружающей нас природой. За информацией обращайтесь по телефону 9-52-13. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.